Капитуляция Трампа. Американский президент не решился конфликтовать с Конгрессом и подпишет нашумевший закон о санкциях. Когда документ заработает? Дмитрий Анопченко об этом подробнее из Вашингтона. Как поступит Трамп? Интересовало всю Америку. Отдаст полномочия добровольно или нет? Юристы даже законный вариант избежать этого нашли. Так называемая карманная вета. Конгресс уже послезавтра уходит на каникулы и в этих условиях, если закон просто проигнорировать, он бы завис. На следующей сессии пришлось бы вносить заново, но Белый дом решил не обострять. В американской администрации сообщили журналистам, Дональд Трамп ознакомился с окончательным текстом закона и тянуть не будет. Намерен его подписать. За документ проголосовали почти единогласно. И это четкий сигнал президенту. В обеих партиях, в том числе и в его собственной, российскую угрозу считают серьезной. Москва сейчас идет на контрмеры и Госдеп обеспокоен тем, что конфликт зайдет уж слишком далеко. Но несколько часов назад даже специальное заявление для прессы распространил. Причем за подписью не пресс-секретаря ведомства, а самого Тилерсона, которому важно было публично озвучить личную позицию. Мол, надеется, что Москва предпримет шаги по улучшению отношений и что сотрудничество по главным глобальным вопросам продолжится. О беспокойности тех членов команды Трампа, кто выступал за потепление с Россией, понятно. Ведь когда президент подпишет этот указ, не только будет открыта дверь для серьезных экономических санкций, но и по сути начнется новый этап в отношениях между Вашингтоном и Москвой. Время, когда любые инициативы Белого дома по налаживанию отношений будут мгновенно наталкиваться на очень жесткое противостояние Конгресса. Из Соединенных Штатов Дмитрий Анопченко, Сергей Коваль, Американское бюро телеканала Интер.